Дорогие друзья, к нам приехал цирк, обещают уникальную программу с воздушными гимнастами и дрессированными животными. Жор, лови! Лови, дорогой! Нет? Давайте, давайте. Всем в цирк, срочно! Жора – звезда цирка. Он еще молодой артист, ему всего 5 лет, но он с легкостью выполняет различные трюки. Главное, после номера поощрительное объятие. Кстати, уникальность обезьянки в том, что в мире их очень мало. Это гибралтарский магод – единственный вид обезьян, живущий на территории Европы. Он очень умный, очень такой, ну, работоспособный, скажем так. И он добрый, что редкость для обезьянов. Это очень редкая обезьяна для наших мест, потому что она охраняется, опять же, английским законом. Цирк Ляпин приехал к нам из Украины. Приднестровский зритель им знаком. Пять лет назад они уже были с гастролями в нашей республике. После длительного перерыва вновь посетили, но уже с обновленной программой. Тут сборная со всего СНГ, тут из Казахстана артисты, из Белоруссии, из Украины, а сам цирк из Молдавии. Животных очень много, вот и пеликан, и крокодил двухметровый. Очень многие спрашивают, а крокодил точно будет? Я говорю, да-да-да, даже можешь поцеловать его. Если крокодил уже бывал в наших краях, то у остальных животных дебют. Пеля уже пошел пятый год. Мячики ловит, вальс танцует, но только на представлении. Всю съемку пытался ухватить мою руку своим длинным клювом, но как оказалось, таким образом он со мной заигрывал. Мне кажется, мы подружились. Лисы, дикообразы, собаки, животных на представлении будет немало. Даже родственники норок, фредки покажут свои возможности. Нравится прыгать через барьерчики. Это их любимое занятие. Кстати, у нас их получается 15. И называли в честь бывших союзных республик. Вот это Вильнюс, есть Кишинев, есть Киев, есть Москва, есть вообще Минск. Всего на представлении задействовано около 15 артистов. Жонглеры, квилибристы, воздушные гимнасты. Все номера будут выполнены без страховки. Кстати, на манеже подрастает новое поколение цирковых артистов. Мирослава всегда гастролирует с мамой, пробует что-то повторить и в будущем планирует продолжить семейное дело. Она с 8 месяцев в цирке уже успела поработать на большом манеже, в стационарных цирках. Я тоже хочу быть в цирке, сделать свой номер или выступать с мамой в номере. Воздушной гимнасткой хочет быть, но мама как-то побаивается этого момента. Другие друзья, в цирке обещают настоящую сенсацию. Вот этот вот автомобиль проедет и над человеком. Вот, собственно, и сам смельчак, который будет под автомобилем в этот момент. Рассказывайте, вот сколько тонн автомобиль весит? Автомобиль весит где-то под 2 тонны. Как этот вообще номер произойдет? Расскажите нам. Машина выезжает в манеж, я ложусь на землю, ложится на меня деревянная конструкция определенная, чтобы машина выдержала, чтобы она смогла спокойно меня проехать. Что вот вы чувствуете в тот момент, когда вот проехала эта машина? Чувствуешь, ну, чувствуешь, ну, вот, понять, ну, люди, которые ходят в тренажерный зал, и у них падала штанга на грудь. Вот, как бы, примерно такие ощущения. Здесь просто, там, допустим, в 50-100 раз тяжелее. Украинский цирк в Тирасполе пробудет до дня города, а затем отправится с гастролями по другим городам нашей республики. И по предварительным подсчетам планируют у нас быть до Нового года.